Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события в студии Андрея Горгуленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары, коротко о некоторых темах. Учесть интересы бизнеса и при этом освободить участок подстроительства. В Самаре может появиться пятая очередь набережной. Объекты теплоснабжения, на которых идет ремонт, проинспектировали городские власти. В Самаре завершается подготовка к отопительному сезону. В Самаре с опережением графика завершился ремонт улицы Ленинской. Работы проходили по национальному проекту «Безопасные качественные автомобильные дороги». В Самаре начинается реализация амбициозного проекта – строительство пятой очереди набережной. Это участок от бассейна ЦСКА до Струковского сада. Согласно замыслу, после соединения побережья в одну зону отдыха город сможет заявить о своей набережной, как о самой протяженной и красивой в Европе. Разработкой проекта займутся в ближайшее время с учетом интересов тех учреждений, которые расположены вблизи побережья. Олег Зверев тоже поинтересовался планами. От улицы Вилоновской до спортивной базы ЦСКА, пятая очередь Самарской набережной, может стать еще одной туристической достопримечательностью города. Чтобы начать работы по строительству как можно скорее, необходимо решить вопрос с теми предприятиями и ведомствами, которые расположены вблизи побережья. Об этом говорили на выездном совещании, которое на месте провел первый заместитель главы Самары Максим Харитонов. Спортэнправильное имущество у нас проведет. Здесь полная нейтрализация, да, как-то земельный участок. Так и по строениям, сооружениям. Да, Дмитрий Владимирович у нас проводит департамент. Департамент правовую основу подготовит для дальнейших наших шагов. Давайте распишем тоже коллегам, когда мы встречаемся, с каким материалом. К побережью примыкаю. Пивзавод, спасательные станции МЧС, казармы Росгвардии, Самарской ГРЭС и ресторан. Сегодня их представители тоже за столом переговоров. Сейчас главная задача определить тот участок, который будет отведен под строительство набережной. Те строения, которые возведены незаконно, необходимо убрать. А те, что по праву занимают здесь свое место, либо перенести, либо аккуратно вписать в концепцию будущей набережной. При этом без ущерба для культурного наследия. Разработкой проекта займутся вместе. Достигнуты те результаты, которые мы планировали, а именно найдено согласие и консолидируются все стейхолдеры или заинтересованные лица и частные, и организации, и государственные, и муниципальные в части реализации данного проекта. И эти усилия могут быть объединены. По общему мнению, необходимость привести участок набережной в порядок назрела давно. Уникальное побережье должно быть доступно для горожан и гостей Самары как место отдыха, а для туристов как еще один красивый арт-объект, сравнимый с лучшими гостевыми маршрутами России. Олег Зверев, Василий Колдашов. События. В Самаре заканчивается подготовка к отопительному сезону. Выездной штаб под руководством замглавы города Владимир Василенко проинспектировал ремонтируемые объекты теплоснабжения. Когда поступит тепло в жилые дома, больницы и учебные заведения, узнал Сергей Кизоркин. На Советской армии в районе пересечения с Новосадовой кипит работа. Надо успеть заменить теплотрассу до начала отопительного сезона. Проложить трубы большего диаметра и убрать коммуникации под землю. Это необходимо, потому что здесь строится новая школа, а также активно возводят жилые дома. Длина новой трубы с элементами изоляции и системой датчиков для установления точного места протечки больше километра и диаметром порядка 400 миллиметров. На объекте занято 6 бригад. Работы ведутся в две смены. Бывает и до часу ночи работаем, то есть если есть необходимость. Вот сейчас непосредственно возле Новосадовой монолитная камера строится, то есть заказчик принял такое решение. Соответственно, работы велись круглосуточно, чтобы... Ну, погодные условия, сами понимаете, видите, дожди чуть-чуть задерживают. Ну, так в графике идем. Как готовится Самара к отопительному сезону, регулярно контролирует специальный штаб под руководством первого замглавы города Владимира Василенко. Сегодня он проверил, на каком этапе ведутся работы на шести дополнительных объектах, ремонт которых удалось запланировать благодаря переходу Самары на новую модель рынка тепловой энергии. Осмотрел два участка в районе Советской армии рядом с Современником. Во дворе седьмого дома по улице 8-я Радиальная, по адресам Дебенко 157, Пензенская 58 и на перекрестке Революционная Печорская. Те семь объектов, которые по перекладкам связаны с переходом города в единый ценовой поезд, то они все в работе. Сегодня мы все их практически объехали в данной ситуации. Проблематика, она есть, где лучше, где хуже, но она понятная для нас, что 25-е, 28-е или 1-е октября мы должны монтажную схему по всем этим объектам тоже собрать. Владимир Василенко на совещании штаба по подготовке к зиме дал задание завершить работы до конца следующей рабочей недели. Зато к котельным вопросов нет. Когда температура воздуха на улице опустится ниже 8 градусов в среднем 5 суток подряд, то отопление должно поступить в жилые дома, учебные заведения и больницы. Сергей Кизоркин, Николай Епифанов, События. В Самаре с опережением графика завершился ремонт улицы Ленинской на участке от Полевой до Очкалова. Работы проходили по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Начался первый этап приемки обновленного участка. Какие недочеты выявили проверяющие, узнала Лариса Шалафаст. Контроль качества. На обновленный участок улицы Ленинской пришли проверяющие муниципального предприятия «Дорожное хозяйство». Меряем, смотрим соответствие сопроизводственной схемы. Наличие, допустим, каких-то моментов в плане несостыковки каких-то размеров. Поэтому ходим по схеме, проверяем все размеры. Тротуар, борт, поребрик. Параллельно выявляем замечания, то есть недостатки, которые были не устранены во время производства. После осмотра территории выявили небольшие недочеты. После устройства плечного покрытия остался за вами песок, который необходимо брать в течение трех дней. Также есть узкие просадки плитки. Ремонтировали улицу Ленинскую по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В этом году обновили участок протяженностью порядка 300 метров от Полевой до Чкалова. Здесь заменили дорожное покрытие, установили новые дорожные знаки и светофоры. Уложили плитку на тротуарах. Местных жителей такие перемены радуют. Великолепно. Прежде чем раньше было, как небо с землей. Молодцы, заботятся о гордике. Также на переходах установили пандусы и тактильную плитку. Сделали дополнительные парковочные места. По просьбе жителей скорректировали уровень тротуара. Подходили местные жители. Предлагали внести коррективы в планировку. Мы эти данные согласовывали заказчикам и исполняли. Выполнили уклон от жилых домов со стороны, четной стороны по улице Ленинской, в сторону газона. Чтобы дождевая вода не попадала на дворовые постройки. Все выявленные замечания подрядчик устранит в ближайшие несколько дней. Полностью завершить приемку отремонтированного участка улицы планируют на следующей неделе. В 2021 году ремонт Ленинской продолжит. На втором этапе работ запланировано привести в порядок еще порядка трех километров улицы. Лариса Шлафас, Сергей Баскин. События. Должность прокурора Ялты занял уроженец Самарской области и старший советник юстиции Алексей Радивилов. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым. 43-летний уроженец Куйбышевской области Алексей Радивилов работает в органах прокуратуры с 2000 года. Начинал профессиональную карьеру с должности следователя прокуратуры Октябрьского района Самары. Затем занимал должности прокурора, старшего прокурора отдела следственного управления прокуратуры Самарской области, заместителя прокурора Чапаевска, начальника отдела следственного управления прокуратуры Самарской области, прокуратуры города Отрадного и Самарского района. До назначения прокурором Ялты Алексей Радивилов занимал должность прокурора Ленинского района в Самаре. Самарская область заняла второе место в рейтинге продвижения идей для развития страны. В России подорожали автомобили с пробегом, а на строительных площадках не хватает рабочих рук. Подробнее об этих и других темах расскажем в рубрике «Новости экономики». Здравствуйте, это «Новости экономики». Расскажу о них я, Светлана Кудрявцева. Самарская область вошла в топ-10 регионов по продвижению идей для развития страны и заняла в рейтинге второе место, уступив только Москве. Проекты для форума «Сильные идеи для нового времени» были представлены на крауд-платформе. В десятку попали также Нижегородская область, Башкортостан, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Татарстан, Новгородская, Ростовская и Новосибирская области. Всего участники конкурса разместили почти 15 тысяч решений по перезагрузке экономики страны, а также социальной и технологической сфер. В октябре лучшие проекты отберут для Всероссийского форума, который пройдет в Сочи 11-12 ноября. Победители получат поддержку организаторов и партнеров форума, а их решения разместят на платформе обмена практиками устойчивого развития для тиражирования в регионах Российской Федерации. В России стали дорожать автомобили с пробегом. На вторичном рынке продажи подскочили на 10%. Из-за пандемии произошел дефицит ходовых моделей даже в сегменте поддержанных машин, отмечают эксперты. При этом, согласно проведенным исследованиям, лишь 10% россиян готовы приобрести новый автомобиль. 77% респондентов могут позволить себе только машину с пробегом. При этом самыми востребованными у россиян остаются модели Lada, Toyota, Nissan, Hyundai, Kia. На строительных площадках в России сохраняется дефицит рабочей силы, обусловленной в том числе закрытием границ. Поскольку в стране сохраняется безработица, людей необходимо переучивать на строительные специальности, считают в правительстве России. Ранее в Минструе отмечали, что регионам необходимы 100 тысяч рабочих на строительных площадках. С этого месяца заемщики при досрочном погашении потребительского кредита могут вернуть себе часть страховки. Какие есть для этого условия, расскажем в следующем сюжете. Оформление происходит в течение нескольких секунд. То есть человеку записывают долг в счет его кредита, берется страховка сразу за весь период кредитования. И, соответственно, банк сразу забирает себе комиссию от страховой компании. То есть сформировался вот этот рынок, на котором есть страховые компании, которые технологически устраивают банки, берут меньше себе процент на ведение дела. В принципе, это практика позорная. Она характерна для неразвитых рынков. В развитых странах, говорит эксперт, клиенты банка сами могут выбрать, где и как застраховать свой кредит, а не пользоваться навязанными услугами. В российской практике есть так называемый период охлаждения. В течение двух недель заемщик может отказаться от страховки, оформленной в банке. При этом процентную ставку по кредиту ему могут увеличить. Но даже это иногда выгоднее, чем оплачивать страховку. В сентябре заемщики получили возможность не платить часть страховки, если выплатили долг досрочно. В том случае, когда лицо закрыло кредитный договор, исполнило свое обязательство досрочно, то оно имеет право претендовать на часть возврата страховой премии пропорционально периоду действия кредитного договора, которая была уплачена ранее. На мой взгляд, норма вполне справедливая, но теперь она благодаря этой норме не будет решаться в судебной плоскости, а будет решаться в досудебном порядке, что, на мой взгляд, можно считать позитивным изменением. Условием для частичного возврата денег при расторжении договора страхования является отсутствие наступления страхового случая. Если он все же наступил, никакая сумма при расторжении страхового договора не возвращается. Светлана Кудрявцева, Василий Кладашов. События. Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 18 сентября – 75 рублей 19 копеек. Американская валюта выросла на 25 копеек. При этом на торгах в этот четверг курс доллара опускался ниже 75 рублей. Евро – 88 рублей 63 копейки. Европейская валюта потеряла 23 копейки. Черное золото прибавляет в цене. Стоимость нефти марки «Брент» на 15 часов 17 сентября – 42 доллара 29 центов за баррель. На этом пока все. Оставайтесь с нами и будьте в курсе. За сутки в Самарской области зарегистрировали еще 125 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Число заболевших в регионе достигло 10 312. Такие данные в четверг, 17 сентября, опубликовали на сайте stopcoronavirus.rf. За последние сутки выздоровели 59 человек. Всего с начала пандемии из больниц выписали 7 947 пациентов. Число летальных исходов в регионе составляет 159. Подъем по расписанию, боевая подготовка и строгая дисциплина. Вчерашние школьники постигают азы одной из самых сложных профессий в структуре силовых ведомств. Через несколько лет они будут служить в рядах уголовно-исполнительной системы. Один день с курсантами Самарского института в СИН провел наш корреспондент Анатолий Головко. Сестры-близнецы Дереглазовы с детства хотели стать офицерами уголовно-исполнительной системы. Сейчас они только делают свои первые шаги на пути к мечте. Оля и Настя уже несколько месяцев привыкают к новому ритму жизни и к озарменному положению. Встают с первыми лучами солнца, занимаются строевой и физической подготовкой, изучают юридические дисциплины. По словам сестер, добиться успеха на службе можно только при полном погружении в профессию. Наши капитаны нам все объясняют. В принципе, все очень легко. Если в это дело влиться, понимать это, осознавать для себя, то в принципе все очень легко проходит. Все будущие офицеры уголовно-исполнительной системы работают с опытными наставниками. Юноши и девушки изучают не только теорию, но и практические дисциплины. Им рассказывают об уловках, на которые порой идут осужденные. Например, в лихие 90-е злоумышленники могли изготовить в кустарных условиях даже огнестрельное оружие. Один из примеров – самодельный обрез. Прототип пистолета из культовой картины Алексея Балабанова. Здесь необходимо снаряжение наполнять каким-то горючим веществом. Борох, спичные головки и так далее. Владеть настоящим оружием курсантов учат в тире. Перед занятиями проводят подробный инструктаж. Все действия здесь должны быть выверены и четко отлажены. Оружие шуток не любит, а ошибок не прощает. Именно поэтому все курсанты юридического института в СИН проходят обязательную огневую подготовку. Расстояние от места выстрела до мишени – 25 метров. Есть на базе института и учебная мини-копия колонии. Условия в учебно-тренировочном комплексе максимально приближены к жизни. Здесь курсанты могут почувствовать себя в роли уже действующих сотрудников. В комнате для осужденных есть специальные предметы, при помощи которых ищут запрещенные вещи. Например, киянкой простукивают стены, а металлическим щупом можно найти посторонние предметы. На плацу курсанты не только маршируют, но и учатся работать при массовых беспорядках. В этот раз на месте студентов оказались журналисты. Уже через несколько дней, в конце сентября, курсанты будут принимать присягу. А после учебы отправятся служить в ряды уголовно-исполнительной системы по всей России. От Калининграда до Приморского края. Анатолий Головко, Николай Сидоров. События. Место силы для старшего поколения. Самарский дворец ветеранов открывает новые направления. Бесплатные курсы ментальной арифметики, обучение компьютерным программам и даже видеоблогингу для людей серебряного возраста. Сегодня организация объединяет около 500 активных людей, которые, выйдя на заслуженный отдых, продолжают заниматься творчеством, наукой и спортом. Светлана Кудрявцева пообщалась с теми, чья жизнь на пенсии обрела новый смысл. Марина Арифулина два раза в неделю приходит на утреннюю зарядку в клуб здоровья. В прошлом продавец и заведующая магазином, она привыкла жить активно, двигаться и общаться. Выйдя на пенсию, узнала о занятиях физкультурой, которые организует для людей серебряного возраста Самарский дворец ветеранов. Я очень вдохновилась. Я всех своих знакомых говорю, не сидите дома, ходите, увлекайтесь. Здесь люди просто даже для общения. Вот два раза в неделю, час занятий. Для нас это такое вдохновение. Приходишь, хочется все что-то делать, куда-то еще дальше идти, бежать, а не просто вот дома сидеть. Клуб здоровья действует уже почти 20 лет. Лидия Александровна посещает его с самого начала. Женщине за 80, и она точно знает секрет хорошего самочувствия. Продолжать заниматься, не сдаваться. Радоваться каждому дню. Процесс тренировки включает в себя разминку и основные упражнения. Тренер Тамара Прохорова подбирает их, исходя из возможностей своих подопечных. Начинают работать все мышцы. То есть, каждое упражнение, оно несет определенную группу мышц. И я им объясняю, то есть, чтобы они делали упражнения осознанно, чтобы они не просто так махали, а прогнулись, повернулись направо, налево. Самая лучшая, конечно, ходьба. Они ходят, у них пешие прогулки, ну, они группами гуляют. Наряду со спортом люди серебряного возраста во Дворце ветеранов активно занимаются творчеством. Например, Татьяна и Евгений разучили самбу на известный мотив. Танцоры признаются, что, уйдя на пенсию, наконец-то начали заниматься тем, что по-настоящему нравится. Наше творчество – это танцы. Почему танцы? Музыка, движение. В нашем возрасте движение – это же очень важно. Гиподинамия нам не страшна. И самое главное – общение. Да, у нас коллектив вообще есть тоже. Мы и в коллективе, у нас коллективные танцы есть, а у нас как бы сольный еще дуэт. Всего в Самарском Дворце ветеранов организовано 20 различных направлений для творчества. Здесь поют, рисуют, организуют собственные выставки, участвуют в конкурсах и праздниках, даже вместе учатся. Все это бесплатно. В период пандемии организация перешла на новый режим работы, говорит директор Дворца Ольга Баранова. По ее словам, многие пенсионеры активно осваивают интернет. Сегодня это особенно важно и для тех, кто не может посещать занятия по состоянию здоровья, но очень хочет быть на связи онлайн. Я бы сейчас и обратилась к молодым людям. Не у всех бабушки, дедушки имеют возможность выхода в интернет, в те же одноклассники. Помогите им, пожалуйста, найдите возможность, нашу группу в одноклассниках. Покажите, как это работает. Я уверяю вас, что они скажут вам большое спасибо, потому что человек должен быть… Мне очень не нравится психологический термин «возраст дожития». Пожилой человек не должен доживать, он должен жить. И жить активной, насыщенной, яркой жизнью. Пенсионеры могут получить здесь и юридическую помощь. Штатные специалисты проконсультируют по всем актуальным вопросам. Многие приходят в группы психологической поддержки, чтобы пообщаться, поделиться печалью и радостью. Признаются, Самарский дворец ветеранов для них – настоящее место силы, которое не дает стареть ни телом, ни душой. Светлана Кудрявцева, Константин Головин. События. В Струковском саду установят историческую арку в честь первого исполнения вальса на сопках Маньчжурии. Предложенная на рассмотрение композиция взята со старой открытки и повторяет арку, некогда стоявшую на входе в струкачах. Когда Илья Шатров и его музыканты впервые исполнялись здесь, на сопках Маньчжурии, вход в сад был именно таким. Напомню, конкурс на лучшую скульптурную композицию в Струковском саду объявили еще в апреле. В Самаре продолжается международный фестиваль искусств «Шостакович» в самарское время ДСЦХ при поддержке Министерства культуры и администрации города. Среди приглашенных – выдающиеся артисты и музыканты. Побывала на многожанровом фестивале Елена Малютина. Участники фестиваля в жанрах не ограничены. На сцене Самарской филармонии звучат как классические произведения Чайковского, Прокофьева и Стравинского в исполнении столичного пианиста Бориса Березовского, так и традиционные песни казаков Верхнего Дона в исполнении ансамбля «Вольница». Всегда выступление с Борисом Березовским – это всегда сюрприз. Это всегда импровизация, это всегда какие-то неожиданности. Это далеко не первый опыт выступления Бориса Березовского на совместном концерте с фольклорными ансамблями. Он является автором и художественным руководителем проекта «Музыка земли», который предполагает исполнение академических и этнических произведений на одной сцене. Именно такой симбиоз, по мнению музыканта, позволяет проследить родство классики и народной музыки. Встреча пианиста с коллективом «Вольницы» произошла 4 года назад, когда ансамбль стал лауреатом Всероссийского фестиваля-конкурса «Музыка земли». С тех пор родилось много совместных программ, с которыми музыканты побывали в разных российских городах, вызывая большой интерес и восторженные отзывы публики. Мы долго обсуждали, естественно, как будет выставлена программа. Естественно, начали дети. Все как бы идет по временам года весна, потом старость, ну и осенние песни. Фестиваль «Шостакович. Самарское время. ДСЦХ» проходит одновременно на нескольких площадках. В Театре оперы и балета на сцене удивлял самарскую публику выдающийся российский и израильский скрипач, дирижер, дважды лауреат премии Грэмми Максим Венгеров. Многие зрители ждали его выступления с нетерпением. Так редко выступает в нашем городе, поэтому собрались с всеми педагогами и приехали на его концерт. Когда проходят такие концерты в нашем городе, конечно, мы ждем ярких эмоций, хорошего выступления, положительных эмоций. И эти эмоции будут сохраняться на долгий период времени и вдохновлять нас в работе. Международный многожанровый фестиваль «Искусств. Шостакович. Самарское время. ДСЦХ» проходит при поддержке администрации Самары и Министерства культуры Самарской области. Завершится фестиваль 25 сентября в день рождения великого композитора Дмитрия Шостаковича. Елена Малютина, Константин Головин. События. На этом наш выпуск завершен. Читайте нас в Твиттере, на сайте телеканала «Самара ГИС» и в соцсетях. Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, а также на наш Ютуб-канал, который покорил новый рубеж. 25 миллионов просмотров. Будьте здоровы! До встречи! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнали Симон!